привет всем у меня сегодня вот такой завтрак это пудинг из семян чия знаете как его делать легко берешь 2 столовые ложки этих семян сухих заливаешь стаканом молока или йогурта и первые полчаса помешиваешь иногда потому что они набухают и могут комком разбухнуть вот и все оставляешь вот так на ночь и вот получается вот такая масса похожая на кашку такая очень приятная на вкус семечки хрустят вот эта масса как желе вот добавляю сюда немножко фруктов здесь у меня абрикос и киви сейчас набросаю сюда сверху и очень очень вкусно получается здесь у меня кофе про пользу этих семян про их состав мы уже с вами разбирали помните было видео если вы не смотрели я оставлю ссылку там мы с вами смотрели этикетку и я говорила чем они полезны но вы можете в интернете тоже почитать чем полезны эти семена они сейчас очень популярны можно сказать это открытие года а может быть в некоторых странах их уже много лет едят не знаю у нас они появились последний год или два примерно вот так вот я беру их время от времени иногда им в смеси среди других семян добавляю в кашку овся но иногда мы находимся сейчас в поликлинике в больнице пришли проверить в альфреду аорту и это как скрининг проверяет у всех кто вошел в этот скрининг не знаю по какому принципу они их выбирают и это будет экография как бы узи называется по-нашему вы вышли из клиники и ему сразу же дали результат что все в порядке мы очень рады сейчас пойдем немножко погуляем у моря ну вот мы выехали прямо из этой клиники и сразу же море видите просто пять минут даже даже пешком пять минут на машине одна минута грех не погулять правда же раз мы уже здесь значит надо гулять вот пляжи все пустынные потому что погода плохая погода подвела хотя все пляжи приготовлены но туристов нет вообще вот наши предприниматели будут терпеть убытки все волнуются переживают из-за того что потеряно приблизительно две недели это точно потому что в это время уже полно туристов обычно вот так вот погода подвела ну может быть еще они наверстают потому что надеются все таки что будет все равно тепло конечно придет у моря очень сильный ветер оказался видите там в центре городка вообще у нас ветра нет и так тепло и тихо а здесь гляньте какой ветер поэтому особо поговорить не удастся но хотя бы полюбуемся на море правда и ветер довольно прохладный вот смотрите на побережье никого нет одного человека только я альфреда знаете пошел вот к этим рыбачкам которые там ловят рыбку на берегу а Насколько был сильный шторм, что прямо все дерево вместе с корнями притащила сюда. Это я уже на другой день вышла. Сегодня уже жарко и я вижу вдалеке даже люди вошли в воду, представляете? Уже загорают в некоторых местах. Жара резко-резко наступает. Уже становится просто жарко. Вот смотрите, я в такой кофте и внизу у меня завязана вот эта другая кофточка с длинным рукавом. Думала вдруг будет холодно, но вот не холодно. Ой, люди купаются, но это вообще. Одно поваленное дерево, видите? Ой, какое оно высокое было. Гляньте, гляньте. Я не знаю, что это. Наверное, осина. Сколько метров длины, гляньте. И вот оно приплыло. Вот такие были здесь ветра, такие шторма. Такая непогода, можете уже представить. Продолжается чистка берега. Техника работает. А некоторые пляжи уже готовы. Абсолютно чистенькие. Уже, видите, кроватки, зонтики. И туристы уже подтянулись. Уже загорают. А вот там вдалеке вижу уже несколько человек зашли в воду, но я уже не буду подходить. Мне неудобно. В общем, тепло. Уже тепло становится и припекает хорошо. Стремительно можно так сказать. Села тут под пальмой. Так хорошо, в тенечке. Сейчас отвечу на один вопросик, который мне задала одна женщина в личных сообщениях. Ну, этот вопрос касается всех. Я вообще имен никаких называть не буду, а просто ситуация. Разберем ситуацию. А вы поделитесь в комментариях, что вы об этом думаете. Ей 52 года. Вот. У нее уже взрослые дети, внуков еще нет. И она осталась одна. Ей скучно, грустно. Ну, в общем, она чувствует одиночество. Она захотела выйти замуж и куда-то уехать вообще из своей страны. Со своего места, в котором она прожила много лет. Ну, вот зов души у нее такой. Захотелось ей так. И, в общем, она... Как ей и страшно, и боязно, и хочется сделать такой шаг решительный. Ну, я ей, конечно, сказала, написала, что надо слушать свое сердце, свою душу. Они вас не подведут. Потому что душа, она всегда откликается на какие-то мысли с радостью, или со страхом, или с... С какой-то боязнью. Вот это и будет вам ответ. Хотя, конечно же, мы все боимся делать резкие шаги. Это понятно. Но можно подстраховаться как-то. Можно делать не слишком резко, более плавно. Поменять свою жизнь к лучшему можно в любом возрасте. Главное, это захотите, если это созвучно с вашей душой, то это непременно исполнится. В общем, она хочет выйти замуж за итальянца. И она встретила одного человека. И они уже встречались, кстати, несколько раз. Ну, там свои загвоздочки. Он не говорил всю правду. Он говорил, что он свободен, а оказалось, что у него еще нет развода. Он, в общем, в раздельном жительстве со своей бывшей женой. Ну, знаю... Я знаю лично женщину, которая не побоялась этого. Она приехала к нему, и он был в сепаратах. И у них длился процесс развода, а она приехала и просто жила с ним. Вот так вот. Сколько позволяла ей виза. А потом, после визы, она уже как бы нарушила закон. И осталась даже уже как на нелегальном положении без визы. Но, видимо, ей мужчина этот очень понравился. И она поняла, что он порядочный. И она осталась и высидела. По-моему, она лет пять так выжидала, сидела, когда у них все это закончится. Все-таки, наконец-то, он взял развод и женился на ней. И сейчас они живут уже много лет душа в душу. Очень счастлива. В общем, здесь, знаете, как раз на раз не приходится. Все люди разные. Может быть, кому-то покажется это слишком затянуто. Они не захотят терять свое драгоценное время, свою драгоценную жизнь. И не будут ждать так долго. Здесь уже каждый должен решать сам. По вашим ощущениям. Если вы чувствуете, что вы любите его, и он порядочный, и хороший, и прямо вам так хорошо вместе, то, я думаю, можно найти выход из положения. А если вас что-то беспокоит, какие-то звоночки уже были, может быть, неприятные, то тогда лучше не терять время и попробовать найти другого человека. Людей много в мире, мужчин много. Может быть, вы встретите... Может быть, ваше счастье, ваша судьба ждет вас в другом месте. Кто знает. Это решать только вам. Только вам и никому больше. Но, если девочки поделятся в комментариях своим опытом, своими мыслями, я буду только рада. Приглашаю к обсуждению этой интересной темы. Можно ли в любом возрасте менять свою жизнь? Я думаю, что можно. Главное, найти своего человека. Вот так вот. На этом пока закончу. А то видео будет слишком длинное. Его, конечно, смотреть никто не будет. Ну, в общем, пока всем. Я иду сейчас домой. Я хочу сегодня борщик варить. Вот так вот. Захотелось мне борща. Рецепт у меня на канале уже есть. Да, я думаю, все знают, как варить эти борщи. У каждой хозяйки свой рецепт. Свои вкусы. Ничего там особенного нет. Ну, все. До свидания. Пока. Встретимся в новых видео. Посмотрите, какие розы возле магазина у нас. Прелесть. Прелесть, прелесть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...